Всем привет! Я Александр Горбунов, Сталин ГУЛАГ, и сегодня мы поговорим о победителях. Наконец стало известно, какое именно событие способно в российской голове разом перебить. День Победы, Новый Год, День Медицины и другие знаковые праздники. Это выборы президента США. Вся страна от Камчатки до Калининграда следила за тем, как проголосовала условная Миннесота. Всем было интересно только это, потому что нужно было раньше других узнать, какой именно человек будет гадить нам в наших подъездах в ближайшие 4 года. Хотя я думаю, что тут не стоит особо напрягаться и переживать именно за подъезды. Поскольку в Штатах соревновались не самые молодые люди, и орошать все подъезды наших жилищ и преддомых территорий у них сил все равно не хватит. Так что даже в этом есть плюс. Жаль, конечно, что выборы президента США проходят только один раз в 4 года. И нельзя сделать это событие ежегодно. Знаете, вот на Ютубе есть такой жанр летсплейщиков. То есть, когда какой-то человек играет в игру, нет, не Владимир Рудольфович, а тысячи других людей за ним наблюдают. Мне этот жанр всегда был непонятен. Ну, в чем прикол, если ты сам не играешь? Но на выборах 2020 я понял аудиторию летсплейщиков. Потому что это было невероятно увлекательно наблюдать за реакцией людей, следивших за американскими выборами. Они создавали игру, частью которой я, естественно, не был, но все равно было не оторваться. Что вызвало в российском обществе наибольший диссонанс? Это то, что вот есть действующий президент Дональд Трамп, и против Трампа возникла некая сила, которая на протяжении всего его президентского срока его натуральным образом гасила. И чем грубее и жестче был этот пропагандистский гон на Трампа, тем сильнее переключалось сознание как у российского обывателя, так и у кремлевского халуя. Ведь все они не могли понять, как можно покуситься на святыню. Ведь есть начальник, и вдруг кто-то этому начальнику перечит. Разве можно представить, что есть президент, может быть, даже через несколько минут он и станет бывшим. И вот он выступает по телевидению, говорит о фальсификациях на выборах, а несколько каналов берут и просто обрубает трансляцию на полусловие. И то, что твиты Трампа помечают в соцсетях как сомнительные и не рекомендуют их к просмотру. В общем, диковатая история, весьма противоречащая свободе слова. И чем безреперационней становилась эта борьба со свободой слова, конкретно Трампа, тем больше диссонанс возникал в голове у всех тех, кто пытается разгадать и познать американскую систему. Наиболее забавно было читать критику архаичной системы выборов США. Да, безусловно, там достаточно моментов, которые не выдерживают никакой критики. Но критиковать из Российской Федерации, где раньше всех считал господин Чуров, а теперь столь же привезно считает Элла Панфилова, это так себе критика. Потому что если взять и оценить выборные системы по шкале от 1 до 5, то российская выборная система получит оценку в районе минус 150. И это даже будет объективно. В этом году американцы умудрились сделать день своих выборов еще более символичным для России. Поскольку выборы проводились 4 ноября, в день, когда Россия отмечает праздник. День народного единства. Хотя уже сколько лет этому празднику никто так и не может понять, а кто и с кем объединился. Никто не понимает, что это значит. И все воспринимают это только как очередной повод хорошенько набухаться. И вот наконец-таки американцы внесли в этот праздник смысл. Поскольку в этот день вся общественность в нашей стране действительно объединилась. Невзирая на пол, возраст, социальное положение, религиозные взгляды, люди с патриашек прудов и загородных поселков Подмосковья писали в Фейсбуке и желали успехов и победы Байдену. А зрители из Абайкальского края следили на федеральных каналах за прямыми включениями, где пустоголовые, картонные марионетки с хорошими зарплатами рассказывали о том, как для нас важно, чтобы победил Трамп. И вся страна прильнула к экранам смартфонов и телевизоров с единственной мыслью, ну как же проголосовала чертовая условная Миннесота. Мало кто из нас может показать на карте, где именно эта Миннесота находится и чем этот штат в принципе примечательен. Но все знали, что там происходит что-то по-настоящему важное. Настолько важное, что просто необходимо за этим следить. Такое некое непонятное таинство, которое всенепременно отразится на всех нас. И от этого ситуация становилась еще более волнительной. И то, что подсчет голосов затянулся аж на несколько дней, только накаляло обстановку и добавляло интриги. Я уже не раз рассказывал про Флоу. Новые курсы английского языка от Яндекс.Практикума. Вы задавали много вопросов про них, поэтому я решил собрать самые частые вопросы, чтобы задать их методисту Флоу прямо по адресу. Мы созвонились по скайпу, чтобы все обсудить. Привет, Маруся. Добрый день, Александр. Что такое интерактивная история? Это практика или теория? Сейчас расскажу. Мы разделили теорию и практику. Теория изучается через интерактивные истории на нашей платформе. Одна глава, одна история с разными упражнениями. Все на английском. Вы изучаете грамматику, лексику, слушаете диалоги на современные темы, например, инвестиции, подкасты, компьютерные игры, серфинг, а практикуетесь на занятиях с преподавателем. А занятия с преподавателем 15 или 30 минут? Разговорные занятия с разными преподавателями по 15 минут, и на них не нужно записываться заранее, достаточно за 15 минут отметить, что готовы заниматься. Такие занятия легко вписать в загруженные будни. А по 30 минут идут онлайн-стретчи с личными преподавателями, где вы обсуждаете личный прогресс и разбираете сложности, которые возникли. Такие встречи мы называем фидбэк-сессиями, потому что на них вы делитесь своими впечатлениями от обучения и получаете подробную обратную связь. Ну и на кресле расскажите, что я получу, приобретая пакет? Один пакет это 8 интерактивных историй для самостоятельной работы, 8 разговорных занятий с преподавателями по 15 минут, 2 фидбэк-сессии с личным преподавателем по 30 минут и поддержка образовательная 24 на 7. Заниматься можно в комфортном ритме, занятия не сгорают. Но для начала вас ждет одна интерактивная история и одно занятие с преподавателем бесплатное, чтобы попробовать. Вот так, друзья. Надеюсь, теперь все по полочкам, а ссылка и бонусы от Флоу как обычно в описании. Поразительная история, что Америка в очередной раз выступила в роли спасительницы России. Во все самые сложные времена Соединенные Штаты всегда были рядом. Во времена индустриализации они прислали в СССР заводы и своих инженеров возводить гигантские предприятия. Америка оказывала помощь во время Великой Отечественной войны по ленд-лизуму, когда Советский Союз немало получал своих так называемых западных партнеров. Когда были 90-е годы, Штаты накормили нас жителей всей державы ножками Буша и сухими пайками. Вот так и сейчас, в 2020 году, когда все общество под натиском самоизоляции атомизировалось на своих квартирах, Америка вновь его соединила и показалось, что мы единая страна, у которой есть общие интересы, которые оказывается лежат в плоскости Американской империи. Все это настолько удивительно, что добавить можно только Боженька, храни Америку. Особенно сейчас, когда эта страна переживает действительно нелегкие времена. Вот это понимание, что это есть государство, которое, если мы посмотрим на количество голосов, отданных за Байдена и за Трампа и на минимальный разрыв между ними, разделено ровно пополам. Что там как будто условно живут две страны, одна из которых поддерживает Трампа, а другая Байдена. И подобная полярность никак не укладывается в голове нашего человека. Поскольку мы привыкли все просто и прямо. Есть один начальник, он лучше всех все знает и перечить ему нельзя. А тут оказывается нет одного начальника, а тут оказывается много начальников. И если между ними какая-то разница или нет, это вопрос дискуссионный, который можно обсуждать. Но главное, что из них можно выбирать. И сам факт наличия такого выбора, он просто сбивает нашего человека с толку. Поскольку мы никогда не понимали и до сих пор не понимаем, как это выбирать и зачем это вообще делать. В нашей осенней рубрике «Не одними американскими выборами едины». Политическая жизнь бьет ключом и в нашей стране. На недавней встрече с президентом Элла Панфилова подарила ему не только фотоальбом 1946 года. Правда, непонятно, зачем президенту смотреть на разрушенную страну на пожелтевших фотокарточках. Ведь можно просто выглянуть в окно или выйти на улицу, но, видимо, самоизоляция. И не очень хочется покидать бункер, где по соображениям безопасности, наверное, даже и окон нет. А так, открыл альбом, посмотрел в фотокарточки, как будто уже провел инспекцию. Помимо Альманаха «Вперед в прошлое» Панфилова похвасталась тем, что на прошедших выборах, в частности, победила уборщица спойлер, а помимо уборщицы еще 23 доярки, 11 телятниц, 34 кочегара, 2 кузнеца, 24 охотоведа и 11 чабанов. Конец цитаты. И вот слушаешь эту речь и буквально слышишь, как Панфилова говорит, смотрите, у нас целых 11 чабанов избрались. И понимаешь, что они мыслят о людях в таких же категориях, как чабаны о своих баранах. Причем, не исключая, что чабаны даже о баранах высказываются более почтительно. Вот такие моменты, когда российский чиновник пытается показать какое-то человеческое лицо, для него это настолько чуждо, как если бы вы пытались говорить на языке, который вы не просто не знаете, но даже никогда не слышали. Получается какая-то нечрезраздельная и даже пугающая. Сразу хочется подальше спрятаться и оттуда сказать, слушайте, ну не надо, не пытайтесь быть людьми, у вас это не получается. Потому что, если вы считаете граждан поголовьем, там, чабаны, доярки, охотоведы, значит, вы даже не пытаетесь играть в людей. Оставайтесь же такими восковыми фигурами, к таким мы к вам хотя бы уже привыкли. Помните, сколько было разговоров о том, что у нас начинается настоящая борьба со шпионами, разведчиками и прочими нехорошими диверсантами. И вот во всей этой компании еще они нам рассказывали о том, что запретили получать гражданство или вид на жительство за пределами Российской Федерации чиновникам, ну и, конечно же, сотрудникам спецслужб. Так вот, сейчас вносится инициатива, которая позволит сотрудникам ФСБ, ну и другим интересным спецорганизациям такого толка получать гражданство от других стран. Там, конечно, есть такая небольшая приписочка в случае служебной необходимости. Вот давайте с вами подумаем, а какая может быть служебная необходимость у какого-нибудь генерала получить гражданство или вид на жительство где-нибудь там во Франции. Ну вот, допустим, если он купил там себе замок или виллу, разве это не служебная необходимость? Конечно же, это служебная необходимость. И понятно, что неприятно, когда у тебя зарубежная есть недвижимость, лучше садить, а ты, разумеется, такой борец с западными ценностями и к тому же носитель гостайны и других незначительных деталей, поэтому ты можешь себе позволить стать гражданином и подданным другого государства. Сейчас картонные балансчики начнут вырешать, что нет, вы не понимаете, там будет создано такое специальное подразделение, которое будет продолжать влиять на внутренние дела Америки, Франции, Марса и Луны под предводительством Рогозина и рассказывать нам другие сказочные истории. Ведь нельзя не понимать, как это будет выглядеть. Вот, допустим, приходит действующий сотрудник ФСБ, приезжает в другую страну и говорит «Хеллоу, ёпта, я майор Пидоренко, и сейчас я вам приехал здесь наводить порядок, ну и со мной мой друг старичок. Давайте нам гражданство». Безусловно, вся эта история не более чем очередной повод. Символ лютейшего такого лицемерия. Нам постоянно рассказывают, что существует какое-то противостояние с мнимым Западом, и в этом противостоянии мы ищем шпионов и врагов. А в то же самое время эти люди, которые, собственно, и являются выявителями шпионов и врагов, не только отправили свои семьи жить на этом же проклятом Западе, но и сами хотят там легализоваться, чтобы у них там был настоящий документ, где будет написано «Гражданин такого-то государства». Потому что, как известно, они все люди советские, а в советском сознании без бумажки ты какашка, а с бумажкой человек. Соответственно, они хотят стать гражданами первого мира. И менее удивительно в этой истории такая законодательная шизофрения. Я имею в виду, сначала эти люди сами себе запрещают, а спустя несколько месяцев вновь разрешают. Своего рода садомазохизм, как будто все они состоят в одном клубе БДСМщиков, где попеременно друг друга придушивают, а потом отпускают и получают удовольствие от того, что временно находились под какими-то ограничениями. Когда они эти ограничения себя снимают, вновь вдыхают полной грудью и уже продолжают издеваться над другими людьми. На этом законодательная чехарда не прекращается, а наоборот приобретает еще более устрашающие формы. Путин внес в Госдуму законопроект, гарантирующий безопасность президенту, покиневшему свой пост. Интересно, о ком Владимир Владимирович так беспокоится? Неужели о Дмитрии Анатольевича Медведеве? Помните такого? Если да, то напишите в комментах. Или это он все-таки переживает за себя? То есть теперь отныне будущего бывшего президента нельзя будет привлечь к ответственности. Нельзя будет задержать, арестовать, допросить, вне зависимости от того, были ли совершены преступные действия во время президентства или нет. Но в принципе будущий бывший будет творить все, что хочет, например, как сейчас, и при этом не будет ни за что отвечать. То есть по факту можно считать, что он и останется президентом с такой-то индульгенцией. Но зачем тогда приставка бывшей? Уникальнее, конечно, по своей сути история. Люди, которые сегодня управляют Российской Федерацией, они всем своим видом, каждым новым принятым законом демонстрируют неприязнь и ненависть к юриспруденции к праву вообще как таковому. Они как будто вообще не терпят закон. То есть они превратились в каких-то своих секретарей, способных только поднять телефон и сказать «Да, слушаю», ну и вынести приговор. Правой нигилизм во всем своем абсолюте. Они растоптали право как таковое. При этом себе они пытаются подстерить какую-то соломку на случай, если они упадут, ну или их упадут. Что будущая власть, которая придет им на смену, понятное дело, что они просто так никому ничего не уступят, но если вдруг кто-то придет, то в их понимании эти люди должны будут следовать прописанным юридическим правилам и нормам и жить по законам, принятым нынешней властью до их прихода. Серьезно? Это какая-то дикая наивность, виничная с тупостью. Вы же уже построили такие правила игры, при которых ни по одному из законных способов вы никуда не уходите. Вы, соответственно, либо остаетесь до конца, либо вас уберут каким-то незаконным, неузаконенным способом. А если вас уберут незаконным способом, тогда обнуряются все и сразу, включая все статьи, которые были вам выгодны. Поэтому, какие бы вы сейчас ни приписывались гарантии и прочие юридические фишки, это не будет иметь вообще никакого значения. И вот эта игра с законами начинает с гражданства иностранных государств для сотрудников спецсужб. И вот такое пренебрежительное отношение к праву и беспредстанная демонстрация того, что закон это самый дешевый брелок на ключах. который в любой момент можно снять, поменять или вообще выкинуть, на что-нибудь другое заменить. И в любой момент купить новый, это одна из ключевых ужасных, плохих черт нынешнего режима. Поскольку они не только не видят своей задачей пояснять обществу, насколько важно жить по законам и правилам, а совсем наоборот. Эта власть приучает общество к тому, что закона нет, что его не существует, а есть просто конфетти, периодически меняющие цвета с одного на другое. Фамилия Навальный приобретает все более магический ореол. Как мы знаем, по факту отравления Навального так и не было возбуждено никакого уголовного отдела, из-за чего Алексей подал в суд. Суд, в возбуждении дела отказал, умдрившись в тексте отказа ни разу не упомянуть фамилию Навальный. Мы знаем, что Навального уже называли гражданин, пациент, этот человек, блогер, ну и так далее. На этот раз суд превзошел все предыдущие эфемизмы, назвав Алексея лицом, претендующим на роль потерпевшего. Если раньше произнесенная вслух фамилия Навальный просто ассоциировалась с заклинанием, способной мгновенно обрушить стены Кремля, то теперь выясняется, что фамилию Навальный нельзя даже писать на бумажке. Остается дождаться момента, когда об Алексее Навальном будет запрещено даже думать. И как только издут законы, запрещающие даже мысленно произносить фамилию Навальный, в России наконец-то настанет век благоденствия и всеобщего счастья. А пока всеобщее счастье досталось только одному конкретному человеку, бывшему главному врачу Омской больницы. Куда в свое время Алексей был доставлен? Пару дней назад Александр Мураховский был назначен главой местного Минздрава. Можно ли объяснить такой резкий рывок и скачок в его карьере с чем-то иным, если не исключением отравления при установке диагноза Алексея Навальному? Как мы помним, Мураховский тогда заявил, что причиной состояния Алексея стали нарушения обмена веществ. И ведь, можно сказать, не соврал. Я нисколько не сомневаюсь, что у Навального нарушился обмен веществ. Едва ли найдется человек, чей организм подвергся отравлению боевым ядом группы новичок, но чей обмен веществ при этом не обрушился. Поэтому омский врач безусловно достойно справился с поставленной перед ним задачей. Однако, после его назначения главой Омского Минздрава, я не могу перестать задаться вопросом, вот за что именно Мураховский вдруг получил такое значительное повышение. За свои профессиональные качества, так ведь официально он озвучил совершенно нелепый диагноз, полностью исключив отравление, то есть тот самый единственное верный диагноз, изначально поставленный омскими же врачами, прибывшими когда-то на борт самолета, и впоследствии подтвержденный доказанным несколькими независимыми лабораториями в Европе. Получается, что он новоиспеченного главы Минздрава из всех возможных самая низкая квалификация. Значит, он ничего не понимает медицины, так почему же его назначили и дали такой высокий пост. А если его повысили в качестве поощрения за то, что он сменил белый халат на вертухальскую робу, а стерильные перчатки на перчатки наемного убийца, получается, у нас без чести, совести, готовых идти на преступления, нарушать законы не только юридические, но и этические, гуманистические, ну и вообще любые законы мироздания. То есть эта версия тоже так себе. И непонятно, какое из моих предположений страшнее. Оба, что называются, хуже. На этом примере можно наглядно проследить, как происходит естественный отбор назначенцев современной Российской Федерации. Если ты мразь, если ты готов врать и предавать идеалы, причем не только своей профессии, готовь нарушать любые законы, тогда у тебя есть возможность идти по карьерной лестнице. Ну, а если ты не готов, то так и останешься местным врачом в какой-нибудь небольшом населенном пункте, где будешь работать до тех пор, пока твою больницу не закроют на очередном витке оптимизации здравоохранения. Только спросить остается, наградил ли новоиспеченного доктора Менгери с золотым скальпелем. Мы же знаем, что офицеры, совершившие какие-то с государственной точки зрения подвиги, награждают оружием. А скальпер чем не оружие? Раз уж попытался поспособствовать смерти Алексею Навальному, то и наградой скальпер, я думаю, тоже сможет найти себе применение. Вот такой естественный отбор. Ну, а потом будем удивляться, почему у нас все рушится и все падает, горит. Ну, потому что такие мрази и непрофессионалы получают полный карт-бланш. Режим самоизоляции вносит коррективы не только в привычный образ жизни каждого из нас, но и в темы для обсуждений, которые отныне нас заботят. Пока весь мир обсуждал сына, уже ставшего новым президентом США Джо Байдена, мастурбировавшего на камеру, в России нашлись свои герои. Не повезло Артему Дзюбе, чье видео самовыдотворение появилось в сети. Взбударажив таким образом не только тех, кому оно предназначалось, но и весь интернет. И хочется сказать, вот дрочит человек и дрочит. Так себе сенсация. Из рубрики, как говорится, с кем не бывает. Но, как и все, у нас в России даже такое банальное действие, как снято на видео мастурбация, приобрела особый, можно даже сказать, политический окрас. После того, как запись появилась в сети, главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов заявил, что отстраняют Дзюбу от ближайших сборов и матчей из-за поведения неподобающему игроку сборной. В конце заявления не хватало только цитаты Нельсона и Симпсонов. Драчила, ха-ха. Лично мне в этой ситуации интересно только одно. А что произошло? Почему Дзюбу сразу отстранили от футбола? До того момента, как Черчесов увидел, что Дзюба занимается мастурбацией, он считал хорошим игроком, достойным местом сборной и даже вместо капитана. А как он узнал, что Дзюба играет рукой, тут же решил его удалить с поля, выдав красную карточку. Что это за двойные стандарты? Тут, к сожалению, явно прослевывается логика, согласно которой в России происходит продвижение по карьерной лестнице или, наоборот, спуск с нее. В список, как добиться успеха, добавился очередной пункт. Оказывается, недостаточно быть близким к президенту, когда-то вовремя открыть ему дверь, передать солонку, сказать доброе утро или просто быть мразью, как, например, бывший главврач Омской больницы, назначенный главой Минздрава. Теперь в список добавился пункт «Нельзя дрочить». Если у вас есть какие-то другие предположения, почему Дзюба отстранили от футбола, напишите их в комментах. Может быть, Черчесов боится, что теперь у Дзюба использовалось зрение и ладони за росли волосами или какие есть еще другие предположения. Может, Черчесов опасается, что Дзюба теперь будет считать угрозой демографической ситуации в стране. В общем, делитесь своими соображениями, будем разбираться вместе. Впрочем, я считаю, что для Дзюбы не все потеряно, и он еще может выкрутиться из этой деликатной ситуации. Стоит ему заявить о том, что все эти ненасильные действия сексуального характера по отношению к себе, как бы охарактеризовал этот товарищ майор, он совершал не ради получения удовольствия, а исключительно из любви к государству. Может быть, за монотонным звуком телевизора в его голове в этот момент играл гимн, повлекший за собой прилив любви и прочих чувств, приведший к тому, что он не смог совладать с собой. Или он читал какую-нибудь патриотическую литературу, и описание подвигов так отозвалось его сердце, что кровь привела, и пришлось срочно все брать в свои руки. Или, допустим, он смотрел телевизор, и там говорили про укрепление суверенитета. Тут, как говорится, не смог себя сдержать даже кремень. А возможно, там шла речь о Конституции, и там показали пенек, на котором происходило обнуление. В общем, надо ему оседать эту тему патриотизма, и тогда все скажут, что Дзюба-то наш оказывается не какой-то там анонист-хулиган, а просто он так сильно любит родину и государство, что не всегда в состоянии сдерживать свои порывы. И кто знает, может еще и награду получит. Ну а пока Дзюба эту гениальную отмазку не придумал, он записал покаянное видео. Я не идеален, как и любой человек, допускаю ошибки, и все мы грешные, к сожалению. Дзюба-то где он раскаивается в содеянном и кренется, что больше никогда. И вот здесь, что называется, дожили. Нет, мы, конечно, понимали, что 2020 год это год, который сильно изменил нашу жизнь, разочаровал, испортил планы. Но что, что в этом году теперь грозит запрет на мастурбацию и тоже, как говорится, за гранью. Вот не успел Байден к власти прийти, а уже началось. В прошлую пятницу на разделительной полосе Кутузовского проспекта опять произошла авария. Одним из участников ДТП оказался вице-премьер Аверчук. Пострадали несколько человек, но по счастливой случайности обошлось без жертв. Именно по счастью, ведь сколько уже было случаев гибель людей под колесами чиновников. Вот для чего, вы думаете, делается разделительная полоса? Для того, чтобы разделять простого человека и чиновников, летящих на своих колесницах, спешащих в ресторане, сносящих чужие жизни на пути к стейку. Все полосы и мигалки это один из главных позоров Российской Федерации. Зачем вообще нужны мигалки обычным чиновникам? Я сейчас не обсуждаю мигалки скорой помощи, пожарных, МЧС. Эти люди спасают жизни. А кому спасает жизнь вице-премьер Аверчук? И куча ему подобных, чья работа заключается в перекладывании бумажек. Может быть, если они будут менять бумажки местами чуть медленнее, это наоборот упростит нашу жизнь. Им мигалка нужна только для того, чтобы показать свой статус. Настолько излишне кастом обществе, как наше, очень важно показать, что ты выше других. Чиновник не хочет стоять с нами в пробках, не хочет стоять вместе с нами на светофорах. Почему он должен наряду с какими-то холопами ехать 60 км в час? Хотя это именно чиновник не о том, что пробки в принципе существуют. Это заслуга российского чиновника, что регионы вымирают, и люди, которые не согласны балансировать на грани выживания, вынуждены ехать за так называемой лучшей долей в крупные города и набиваться у них как серди в бочке. Это заслуга российского чиновника, потому что нигде, кроме как в Москве или в крайнем случае в Питере, нельзя получить хоть какой-то медицинской помощи и образование. Это заслуга российского чиновника, что в регионах точно таких же пробки из оставшихся машин, потому что там не строится новых дорог, развязок, мостов, и нет улучшения инфраструктуры. И за все эти заслуги, каждая из которых вносит свой ощутимый вклад в само существование пробок, российский чиновник считает себя достойным ехать так, как ему хочется, лететь по встречной полосе, невзирая ни на кого и ни на что. Мигалка это символ власти, символ избранности и привилегий. И когда простого человека, едущего с работы или на работу, сносит условные вице-премьер с мигалкой, вице-премьера просто пересаживает другую машину, чтобы он продолжил свой путь в ресторан. А жизнь простого человека в этот миг заканчивается. Ведь даже если он выживет, угадайте, кто будет объявлен виновником ДТП. А чиновник благополучно доедет до своего ужина и будет с удовольствием поглощать стейк, промакивая на губах кровь простого гражданина. На прошлой неделе мы стали свидетелями политического перформанса. Почти полностью обнаженный человек в образе Иисуса, распятого на кресте, вокруг которого сложены кастриши из томов уголовных дел, которое было подожжено. Перформанс происходил на Лубянке напротив здания ФСБ, но закончилось тем, что подошли менты в телогрейках, сняли полуобнаженного Иисуса, которого мы заслужили, с креста, загрузили его в автозак и увезли. Не исключено, что будь на его месте Иисус настоящий, с ним поступили бы примерно так же. Но сейчас не об этом. Удивительно то, что несмотря на эффектность акции, она осталась практически никем незаметна. Возможно, потому что эпоха политактивизма близка к своему завершению. Дело в том, что ежедневная реальность устраивает такие перформансы, что они гораздо ярче и куда гипертрофирование характеризует происходящее. Повседневная жизнь стала настолько жестокой, что она уже не требует дополнительной интерпретации. Нам остается только глядываться в эту бездну. Даже если бы Павленский снова куда-нибудь прибил свои причиндалы, то это уже едва ли кого-то бы удивило. Потому что сейчас государство ежедневно прибивает гениталии своих граждан в куда больших масштабах. И перформансы в виде самосожжения на фоне трагической гибели журналистки Ирины Славиной и ряда других чудовищных преступлений, совершаемых властью, уже не вызывает никаких эмоций, кроме недоумения. Сегодняшняя реальность, она куда страшнее искусства. И искусство больше не в состоянии эту реальность превзойти. Лукашенко окончательно погрузился в альтернативную реальность. Он понял, что раз происходящее в стране ему не подконтрольно, то почему бы не создать в своей голове тот удобный и приятный для него манья-мирок, где не будет протестующих, а будет только благоденствие. Например, он заявил, что Беларусь стала ядерной державой. И посетовал на то, что никто об этом не говорит. Открытие атомной электростанции прошло очень буднично. Агрофюрер обиделся, что его никто не поздравил. Но, видимо, нигде, кроме как в его голове, никто не в курсе, что Беларусь стала ядерной державой. Также Лукашенко раскритиковал американские выборы, назвав происшедшее в Штатах позорищем и издевательством над демократией. Воистину, это настолько зашкаливающий уровень пост-пост-пост-иронии, что тут ничего особо даже и добавить. Александр Лукашенко, рассуждающий о выборах, это, в принципе, самое смешное и абсурдное, что может быть. Теперь остается дождаться, чтобы кровавый батька объявил себя матерью драконов или единственный, кто будет стоять на стене и защищать мир от хладоков. Ведь никто не мешает его психическому расстройству прогрессировать и дальше. А нам остается только наблюдать и сочувствовать белорусскому народу, которому выпало несчастье жить с этим сумасшедшим не только в одно время, но и в одной стране. Продолжим говорить о победах, поскольку не только там в Штатах, а и у нас тоже есть свои победители. По жизни. В Баширском селе местная жительница выиграла в лотерею 5 тонн асфальта. Местная газета Зианчуринский и Зори проводила розыгрыш, где было два приза теленок и 5 тонн асфальта. Вы не спешите смеяться, ведь 5 тонн такого необходимого вещества всегда пригодятся в хозяйстве. Когда вы выигрываете деньги, мало того, что деньги это зло и от них одна бездуховность, так у вас еще и вдруг откуда ни возьмись появляются родственники, какие-то знакомые, которых вы давно не видели. Тут они начинают вас вспоминать, звонить, приходить в гости и всячески надоедать, вмешиваясь в привычный ритм в вашей жизни. Начинают просить вас в долг, вы им откажете и, конечно же, станете плохими. В общем, одни только неудобства и неприятности от этих денег. А когда у вас появляется 5 тонн асфальта, ну вот кому в голову придет просить у вас в долг? Асфальт никто не попросит и тем самым мы укрепим семейные ценности и дружбу между людьми. Можно даже и зарплату выдавать асфальтом и в крайнем случае кирпичами или древесиной, допилками, там каким-то, ну и пенсию тоже можно выдавать различными стройматериалами. тем самым мы сплотимся, улучшим наши отношения друг с другом, станем добрее, будем как-то по-отечески относиться к ближним и искореним поводы для споров. Предлагаю новую федеральную программу «Асфальт в каждый дом». Спасибо за идеи Башкирии. Друзья, чтобы занять свои руки, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь, вставляйте комменты. Ну, а пока у вас нет 5 тонн асфальта, а нужно укреплять как-то дружбу со своими соседями и знакомыми, отправляйте им ссылку на этот ролик. Идите спать. Следующий день народного единства через 4 года. Продолжение следует...